Всем привет! Вы на канале Тиффани Йо. И сегодня мы с Тинькой и Шарлоткой будем снимать винтур. Они сейчас просят, ждут покушать. Вот я хотела сразу показать вам. Сегодня у нас телятинка, которую я разморозила, яблочко и салатные листочки. И красиво стоишь прямо в кубрике. Вот так мы кушаем. Шарлота, как всегда, побежала в домик. И вот пока они будут кушать, они дадут мне хотя бы спокойно поснимать. Немножко поснимаем, как кушаем. О, как красиво! Тиффани, яблочко сразу кушает. Шарлот поделили. Немножки. И побежала. В общем, пока девчонки кушают, я сейчас вам хочу поснимать ром-тур. Так, Шарлот, иди кушаем. В спальне я запускаю тинькую шарлотку только на ночь, потому что они здесь мне устраивают кардибалеты. Ну, вот такая у меня обычная спальня. Открывает тумбочку мои фотографии. Иди кушай! Быстро! А то еще Стифанин все съест. Видите, их игрушки валяются. Тут у меня подоконник английский. Такой вот чудик у меня на окошечке живет. И, собственно, вот комод, в котором и хранятся тинькины и шарлоткины вещи. Ну, также покажу, здесь у меня награды моих деток. Ну, мои наши достижения. Такие самые любимые мои награды. У нас их много. Так, и вот давайте открою вам ящик. Значит, ничего не помещается. Хочу выделить еще один ящик для их одежды. Здесь у меня в первом отделении косметика. Там у меня постельное белье. Но буду выделять еще один ящик для одежды тиньки и шарлотки. Потому что тут у меня и летняя, и зимняя, и обувь. Очень нужно все переделать. Мне не нравится, как это все выглядит. Потому что я никогда ничего не могу найти. Кстати, на следующих выходных будет обязательно видео о всей одежде тиньки и шарлотки. Вы очень давно просили. И вот обязательно будет такое видео. Давайте начнем с игрушек. Значит, тут у нас стоит контейнер с игрушками тиньки и шарлотки. Но сейчас только резиновые игрушки. Потому что я перестирала все их игрушечки мягкие. Сейчас покажу. Они сохнут на балконе. Тут у нас всегда стоят лежанки тиньки и шарлотки. Я периодически раз в неделю стираю лежанки. Сейчас включу свет. Тут у нас балконы. Вот вчера вечером я постирала их все мягкие игрушки и лежанки. Ну вот хотела показать, как шарлота у нас разгрызает все игрушки. У нас, в принципе, живы только вот эти ежики. У нас такой поменьше, побольше. И вот эти вот игрушки с Одессы хорошего качества. Вот лежанки сохнут. Ну вот, собственно говоря, еще один ежик. Вот эту игрушку я дала где-то месяц назад, наверное. Видите, что уже с ней. Вот у нас ролик с одним ухом. Мы даже умудрились от подстейджа с игрушку порвать. Хотя они такие, в принципе, крепкие. В общем, что-то буду подшивать, чинить. Что-то выбрасывать. Все нужно покупать новые игрушки. На подоконнике на кухне у меня стоит такая корзиночка деревянная. Это то, чем я пользуюсь чаще всего. То есть это спрей для шерсти. Также лосьончик для глаз. Их расчесочки, спонжики. Вот. И вот тут еще, правда, лежат игрушки от подстейджа. Вот эти я им даю. Они играются. А вот это, видите, как шарлота ее съела. Что-то меня это напрягает. Все-таки это пластик, поэтому не хочу ей давать. Вот, кстати, Тиффани уже просит. Видит эти игрушки, увидела, и просит. Так, дальше пошли. Значит, тут у нас стоят их мисочки с водой, с едой на ковриках. Ну, все, как, в принципе, всегда, думаю, вы видели в видео. И тут у меня хранятся в выдвижных ящиках. Тинкины и Шарлоткины лакомства. Давайте немножко покажу. Значит, у нас тут и витаминки стоят. Вот у нас есть рыбий жир я часто добавляю в мяско. По половинке где-то чайной ложечки. И оливковое масло часто добавляю. Кстати, такое видео есть у меня. Все лакомства. Тинки и Шарлотки. Но оно было снято в том году. Если вам интересно, могу снять еще вот сейчас. Ну, как бы, я не знаю, много-немного. Также вот тут консервы, какие-то лакомства, пудинги. И вот в этой консерве у меня лакомства, которые они кушают сейчас. Хотя я очень редко даю им лакомства, где-то раз в неделю. Не чаще. Это все новые лакомства здесь. Хотела показать, смотрите, привезла вот такую от BookMartin, как ливерная колбаска. Мы еще не пробовали. Это я привезла с Германией. Вот еще вот такое от Ромео. Тоже 8 колбасок. Тоже еще пока не пробовали. Думаю, может быть, половинку разыграют в конкурсе. У нас, кстати, на канале скоро конкурс будет. И вот такие вот еще две упаковочки. Мы уже попробовали. Вот это Dog Farm. Это как бычий корень. Буквально вчера дала попробовать. Тинки очень понравилась. Шарлотки не очень. Того-то не заценила. И вот такие тоже, как колбаски. Тоже от Ромео. Они такие более мягкие. Ну, прикольные. Потрагивались. Тинки широкие. Решила показать в этом видео, потому что не так и могу снять, что же я им привезла. Ну, так немного. Чуть-чуть лакомств привезла. Но тоже хорошо. У них хорошее качество, хороший состав. Так, ну, это вот такое отделение с лакомствами, витаминками и консервами. И в следующем ящике у меня хранится сухой корм. Вот у меня есть такие контейнеры. Я пересыпаю разный корм. Сейчас у нас вот такой. Тут у него упаковка. Пока нам. Вот я пересыпала в большой контейнер. Давайте на него. В принципе, я думаю, видно. Также у меня здесь хранится аптечка Тинки на Шерлоткина. Всякие таблеточки, тарелочки, салфетки влажные для лапок. Чем-то пустые упаковки, бутылочки. В общем, как-то так. Извините, не убирала. Все как есть. Так, девчонки продолжают кушать. У меня уже хорошо покушала. И мы с вами переходим в коридорчик. Сейчас буду так показывать. Я не знаю, правильно ли я снимаю это видео. Ну, извините, как есть. Я снимаю первый раз. Здесь всегда у нас пеленка. У нас две пеленки в квартире. И вот каждое утро я меняю пеленку. И хотела показать морозильную камеру. Как хранится, замораживаются едатенькие шерлотки. Нужно, кстати, купить контейнеры, потому что у меня нет контейнера. Это очень неудобно. Ну, вот так я замораживаю их мяско. Вот там мое мясо, а вот это вот их. Там еще, видите, в тарелочках. Короче, здесь и телятина, и шейки, и куриное филе. В общем, я не знаю, интересно кому-то это или нет. Так что так. И переходим в коридор, где входная дверь. Вот у меня есть такая тумбочка. Тоже, извините, сразу ничего не убирала. Это посылки мне пришли. Вот в таком ящичке у меня хранятся шлейки, поводки и ошейники тенькие шерлотки. Также вот пулеры я часто беру их на улицу. Тут у меня в движном ящичке не только тенькие шерлотки, но и вещи. Немножко бардачок. Но здесь у меня тоже мячик я часто его беру. Их рулетки. Вот раз, два, три рулетки у меня красные. Ну, вот эти пулеры небольшие я не пользуюсь. Фрисби тоже давно не пользовалась. Надо, кстати, как-то взять на улицу. Ну, давайте я вытащу сюда. Сумочка с пакетиками. И для лапок крем от Эйсприн. И спрей Трикси. Так, в принципе, тут все. Все. И вот в таком отделении. Тут раньше у меня вся одежка лежала. Я сейчас положила только дождевики, потому что у нас дожди начались. И вот такое у меня отделение. Я не так часто пользуюсь этими вещами. То есть тут какие-то бантики, заколочки, резиночки. Также зубные щетки, зубные пасты. Ими я пользуюсь где-то раз в четыре дня, наверное, я вот чищу. Да, зубки. Также вот для ушек у нас тут есть. Я могу отдельное видео снять, если захотите. Ушки я раз в неделю чищу, когда мою теньку шарлотка. И пакетики новые, какие-то пеленки, их паспорта, игрушки и так далее. В общем, тоже хочу тут все переделать, все поменять. Потому что как-то неудобно все. Тиня, иди до кушай, пожалуйста. Давай быстренько будем расчесываться. И давайте перейдем сейчас в ванную комнату. Здесь у меня хранится еще одна пеленка стоит всегда. Тоже у меня каждое утро. Вот. Вот в этом комодике у меня тенькины, шарлоткины, шампунки, расчесочки, фен. Всякие спреи. В нижнем отделении у нас полотенца, пледики, полотенца для лапок. Также тут у меня перелит шампунь для лапок. На ванной стоит у нас шампунька, башмачок для лапок. А, да, и вот тут у меня всегда стоят пеленки. Ну, как бы вот так вот в ванной хранятся вещи. Вроде бы все показала. Что-то сейчас не могу вспомнить, все ли я показала. Вроде бы все. О, разбросала. Сейчас будем все мыть. Что мы тут делаем? Ага. А ну, быстро докушать. О, ребят, еще покажу вам. Вспомнил, у меня еще есть переноски в шкафу. Но сейчас я зайду в него и поснимаю его. К сожалению, не могу вам снять всю гардеробную, потому что куча вещей. Немножко бардачок. Вот тут у нас наша розовая переноска от Verplast. И в домике. И сейчас еще одну покажу переноску. Вот у меня внизу стоит еще одна переноска. Тут, видите, куча пакетиков надо поубирать. Ей пользуюсь крайне редко. Это как бы, да, для переездов, для перелетов переноска. Я пользовалась ей, когда Шарлотка сломала лапку. И мы ходили к ветврачу, поэтому она у меня так стоит, скажем, в дальнем углу. Тенечко, выходи. Смотрите, что сделала Тиффани. Она сняла резинку с Шарлотты. Начинает ее грызть. Сейчас мне нужно ее будет отбирать. Она как жвачка ее живет, вы видите? Они постоянно это делают. Вот я их расчесываю два раза в день. Смотрите, как я их сматываю. Сейчас буду опять расчесывать. Да, да, да. Да, про вас говорю. В общем, ребят, я надеюсь, вам понравилось наше видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...